Судовные голосы и с душой подобранный репертуар. Дивное гучанье музычных инструментов и их разностаенность. Народный ансамбль народной музыки и песни «Троецкие музыки» раскрывает формулу своего успеха. А так само уже традиционно в программе Сергей Выскворка будет сделать черговым способом повязывания на митке, а Иван Иванович Круг – цікава информация про традиции наших протков. Усё гэта сёння у фольклорного шоу «Спявая Беларусь». Вітаем вас, поважанные телеглядачы! Вітаем, каля телеэкрану, усіх, хто веде смак беларускай песні, доброй гутаркі і добрага настрою. Фольклорное шоу «Спявая Беларусь» знову на ваших телеэкранах. І я, Лариса Мятлівська, і я, Сергей Выскворка, будем співать пісні у Борисовськім районі Мінській в області. Сустракайте! Народный ансамбль народной музыки і песні «Троецкі музыки» Староборисовського сельського дому культуры. «Троецкі музыки» Добрый день, люди званые, люди жаданые! Мы рады вас бачыць тут, у нашій цудовной хаті. Проходься, калі ласка! Народный ансамбль народной музыки і песні «Троецкі музыки» Староборисовського сельського дому культуры был створанны ў 1995 годі. Неазменным кераўніком ансамбля з пачатка гозаснавання з'являецца Святлана Тимофеўна Вашкевич. У дзельнікі ансамбля – выкладчыкі музыкі, пенсіанеры, работнікі культуры, студэнты, работнікі гандлю. І ўсіх іх аб'ядновувае песня і любоў донароднай музыкі. Ансамбль – жаданы гость на аканцертных пляцовках Барысовщыны. Ні адной чы прамаў дзел ў республіканскіх абласных рэгіональных конкурсах і фестывалях, з якіх «Троецкі музыкі» вярталіся з гоноровыми граматами, падяками і дыпломамі. Дараженькі, давайте пазнаёмимся. Аткрыйте секрет – хто галовны чалавек у Вашым каліктыве? Дык ёо! Ого! Ох, дык гэз! Ох, дык гармоні і дуды, дыходзець ногі ж не туды. А скажіте, як Ви ж вот таких вот прыгожих людзей назбірали у свій каліктыв? Так они ж сами, як убачили нас, дык сами і пришлі, довго шлі-шлі і пришлі к нам. Што, просто усе вот свиснули вати і што? Ой, ну першы раз. Ну я вам расскажу одну історію, то це було болі двадцять гадів тому назад. Так, перед святом великої троиці собрались і ми з моїм мужем, вось, ён тутака, Михаилом. Сіли з собі у вечера і поразмовляли. Нечто скучно нам жити, що це нам робити? І він говорить, ну давай, зделаєм гурток, добры, моцны, ну каб чалавек десять було. А я йому дыкне, давай п'ятнадцать. І він говорить, десять, я говорю, п'ятнадцать. Ну вось, а сёння нас палічіці сколькі? А ціюсь у вас пісня самая любімая. Гэта ж пісня «Ой, лузі при доліні», бо співаються її наші мушчыны. А мы толькі так, падтрымліваєм їх. Пісня «Ой, ой, 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 ой! Пісня «Ой, ой, 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 о ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 -"ЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"ЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"ЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, нет. А лишь мне повезло. Моя жёнка тута. Коротень, возите с собой, а вы наглядайте, как никто залу не стягнул к джазам, так? Ну, а лишь у нашем народе шмат песен, и на вид складается про семейные пары. Про мужа и жёнку, про куму и кума. А может быть, у вас есть такая песня в вашем коллективе? Есть у нас хлопец один. Я? Да нет. Я. Да нет. Может быть, я? Я. Куманочек славный, молодыш прихожий пан, быть сам ужог лавный. Я к ватшами по вяде, за алло глядае. Ти не там, кума я во, проякую ж двае. Мама, я кумочка, держи ве, чем уж ли не лусики не замет. Ты ты кумирозу мупытаешь, ты ты моих каточки не знаешь. Ой, кума, кума, кумачка моя, ой, кума, кума, дорожайшая. Ой, кума, кума, кумачка моя, ой, кума, кума, дорожайшая. Я же гуляю сетки и ляпаты, сгудомом шикадочка слепятый. Ляпы богу, кумачка, мы с тобой, даже эта старость не застой. Ой, кума, кума, кумачка моя, ой, кума, кума, дорожайшая. Я же гуляю сетки и ляпы богу, даже эта старость не застой. Ой, кума, 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 дорожайшая. Я возьму гармон и слабежу клачу. Врача ровную прихожу твою. Субтитры добавил DimaTorzok Агрогородок Старобарысов размещенный у четырех километрах от города Барысова. Уникальное место на карте Барысовщины. Тут починался старожитный Барысов. Житие за все дыки пело в этих местах. Тут был побудованный в 1776 году майонток князя Михаила Радзевилла. Это был богатый палац, в котором были собраны коллекции зброя, монет и живописы. В 1831 году князь Радзевилл подаровал майонток своему сыну Леону. А после крымской кампании Леон, отримавши звание генерала-лейтенанта, продал этот майонток царской семьи Романовых. И по сегодняшний день можно убачить следы истории в этих местах. И почуть дивные легенды, які заховываются в народе. Але головное, что житие тут протягивается. Видите, что на Беларуси еще было такое музычное понятие? Троиста музыка, коли не один инструмент, а як минимум три. Так у нас так тьё. Поглядите же вы на нас. И цимбал, и альт, и скрипка, и баян, и барабан, и бас, и дудка. У вас уже три разы по три. Коротей, дороженькие, я зразумела. Вы просто гэтый день троица запрограммовав вас на такие великие коллективы будущим. Так-так, а зараз будет у нас такая загадочка для вас. А потом белорусская народная песня. Ну что вы глядите, слухайте уважливо. Да не обёс лятить огонь, и пяе звенить... Гармонь. Молодцы. Губин бе, скрипочка храя, сих на танцы... Запрашная. Правильно. Ну и кем ливаешь ты, Лариса, а у меня, наверное, пробову не такила. А теперь у весь народ, ты пойдешь с нами у карагат, Будут музыки играть, Ну а глядачи, поважанные ведучие с нами, Сёння будут разом спевать белорусскую народную песню. Тяче... Вода в ярок! А так! А так! А так! А так! Моя молоденька! А не mãe JavaScript! Углово в яхе... А так! Моя молоденька! Каковы люди белка! И бать-то не пришёл, и бать-то не пришёл, Я-то, я-то пойду. Бать-то не пришёл. Бать-то не procureuhan ты-пу, я-то... Бать-то не帮. Бог не Hu. На ф日ахubs clinicalы noite поездки и беда. Если кто-то нашёл, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы сегодня спеваем песни. А скажите, цей шмат вы ведаете про наши белорусские традиции? Саправдой, цей ведаете вы, что означает лечба 40 у обрадовых практиках белорусов? Не хвалюйтеся. Мы таксама не все ведаем про наши традиционные обрады и звучшие. Але у нашим шоу есть человек, який може вельне шмат об этом рассказать. И это Иван Иванович Круг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы специально подрихтовали сегодня вот эти невильные, просто или невильные складаны, малюнок и иллюстрации, якая да поможет вам заразуметь тое, про что мы будем далее говорить. Вы явите в себе ситуацию. Вот это коло свято, на яким я позначил только весновые и осенние равноденствы и зимовое летнее солнцестояние. Купальли, каляды, велик день богач. Это наш годовой круг, годовое коло свято. А теперь давайте уявим себе, что неде в этой кропочце, хотя на самой справе это может быть абсолютно на любом градусе нашего круга, у семьи здарилась беда. Некто помер. И тогда тое же самое мгнение, нехто с присутных у хате спыняе на стенный годинник. В этой самой секунды календар святочный, намалеванный на нашей схеме, для этой семьи перестает истиновать. По той простой причине, что семья выпадая, выключается с этого святочного колозворота и переходит совсем на инший вектор часу. Вот намалеванный у нас вот этой вертыкальной линией, на яким будут замес святов каляды, купальли и инших, совсем иншие маркеры. 0, 3, 9, 40 год. Поминальный год. 0. Это момент смерти. Душа покинула тело. На третий день душа покидая хату. На девятый день она покинет землю. И на сороковый день она предстанет перед Творцом, который должен будет вырушить долю рай или пекла. В связи с этим у нашего народа и возникла формула оберег. Первым назвать имя померзшего человек должен был проговорить формулу оберег. До сорокового дня он должен сказать земля ему пухом. И только на сороковый день, когда душа предстанет перед Творцом, формула оберег будет учить царство небесное. Нарештая третья формула, якая, связана с нашей традицией, гучить так. Закончился поминальный год. И тогда эта формула оберегает у меня быт. А после года и до бесконечности мы будем вспоминать, чем я померзшего говорить. Вечный спочин. Вечный покой. Мы в самом начале заявили этот ритм как универсальный. Не только поховальный, а как универсальный. Что это значит? А это значит только тое, что укропочку нуль замес дня смерти мы можем покласть другую ситуацию. День народжения детяти. И тогда, как это не дивно, а этот ритм запрацует снова. И тогда, на протягу первых трех дней у хата заховывалась ситуация полной стабильности. Ни один из членов семьи абсолютно никому ничего не позычал. Ну, боялись, чтобы не украли счастливую долю этого детяти. На девятый день, в восемь, проводили вельми текавый, вельми важный у жития человека, новонародженного. А брат, первое ритуальное купание детяти. Кали шмат учим, проецировалась доля человека. Хотели, чтобы его были разные навыки развивались и так далее, и так далее. На сороковый день еще одна вельми важная подея. Выбирали хростных батьков, детя несли в храм, христили, надавали ему имя. И распочинался процесс инкультурации. А теперь еще одна дивная позиция. До года детям не показывали люстыр, ка боялись эпилепсии. А ровно в год выполнился незвычайный брат. Брали и подстригали. Не налысы, не треба это робить, а просто подстригали волосы, загортывали их у какую-нибудь хустинку и клали за образы, яках захова оберег на все життё. Как правило, основная частка белорусских веселья удовжилась три дни. На девятый день ты, кто не имел права принимать основный удел у святкования веселья, перш за все батьки молодых, им было не до веселья, им они сочили за парадком. На девятый день они избирались на перезвы и святковали веселья своих деток. С девятого до сорокового дня у молодых довжився самый солодкий, самый счастливый месяц життя, який отримал назву «Медовый». Ну, а далее, вы видите, до года у семьи будут чекать пополнения. Самое дивное и самое незвучайное, что вектор универсального ритма потрапил и в структуру вот этой цикличности, этого календара нашего. Для лекдень, как правило, отзначался три дни. На девятый день святковалась Радовница. А на сороковый день отзначалась у шесть. Узнесение. На самом початку мы сказали об тем, что поспробуем приоткрыть тайну гэтых мистичных ликов. Я не бачу іншого шляху, як заглыбиться у наши чародейные белорусские народные казки. Добрая полова з них, вы добра ведаете, починается словами «у тридзевятым царстве, у тридзесятым государстве». Той, хто отзначает поминальные столы по православной шкале, то и отзначает третий и девятый день. А вот католики основный день ушанования памяти померзших отзначают на тридцатый. Поэтому мудрая казка не стала делить нас на православных гектельков. И она сказала и нашим, и вашим. У тридзевятым царстве, у тридзесятым государстве. На протягу нескольких годов я спробовал разгадать тайну другой половы этого ритма. И только дякуючи тому, что взял знову-таки том казак в руки, я знайшел ключ до выращения этой проблемы. Триджды девять – двадцать семь. А коли девятку помножим на сорок, то у нас отримается триста шестьдесят. Двадцать семь – это полный цикл месяца, а триста шестьдесят – это полный цикл солнца. Тая этнокультурная каштовность, про которую мы сегодня с вами говорили, народилась в глубокой Дувнине, дожила до наших дён, и хочется сподеваться, что застанется разум с нами назавсёды. До того часа, поколь над нашей головой будет лунать месяц и светить солнце. Дороженькие, скажите-ка ли ласка, Какие песни вы больше любите спевать? Весёлые, гарызливые, так как вот душа разгорнулась и захотелось искакать. Альбо такие лирычные, пяшчётные, какие у сердца просто одразу раз так и увайшли. Песни и тыешь, и тыешь красивые, и такие, и такие, но больше за все нам сподобаются жартовные песни. Весёлые. Ну так что, может быть, вы нам в этом настрое какую-нибудь гарызливую песенку в реште, кали ласка? Да, давайте. Экадука! Экадуум. 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 КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и файно, мы потанцевали разом с вами и с вашей веселостью. Соправдой, умеете вы завести публику? Поддать так жару. Так, так, а вот текаво, кто ходит на ваши концерты? Яких взрослых людей? В колорозные ходят. И сталые, и дети. Кому требует поплясать, вот выходят и пошли. Одным словом, народная песня сегодня усим взрослым текава, не только старейшему поколению. Так, так, а коли мы выходим на нашу площадь у Борисови, то гуляем весь Борисов разом с нами. Грайцы ждутки, самогутки, играй гармоник веселей. Сегодня свято в нашей хате, запрошаем всех гостей. Музыка. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Легковатые, то, как закрыть все волосы, сзаду раскрывается, вот так, вот это все раскрывается, и подсовывается вот под бирожки. Ого! Ага, и эта шапочка выходит вот такая. Уже кто бачит нашу передачу не первый раз, зауважу, что тут есть такие свои особливости, детали. Ну, вот, я думаю, что все уже пригожено, можно поглядеть. Ай, пригожу я. Скажите, любите вы сядеть в хате, каля печи, те избираете котомку за плечи, як только вас куда-нибудь покликали, одразу едете, выступаете? Любим вельми наших суседев, и Литву, и Латвию, и Польшу, и Болгарию завитаем. Олес, любим так само собирать свои чемоданы, и ехать, ехать в дорогу. Но, як кажет, на Беларуси у нас немаш с мощнейшей водицей, як зродная крыльцей. Поездили, да и вернулись и назад до дома. Приехавшись в Андруки, хочется зайти уродную хату, сесть за стол и заспевать, что сте душевное. Те есть у вас такая песня? Есть такая песня, это ж стоит верба, и она вельми лиричная, чудовная, и вы добро послухаете зараз наши цимбалы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА